Всем привет! Вчера мы написали протокол решения гражданина человека и таким образом ткнув гражданина замминистра по социальной защите Хабаровского края в собственноручно подписанную им ложь обязав прокуратуру призвать его к ответу решением человека на этот раз пишем обращение рекомендательного характера в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации так как на обеденный перерыв я не хожу время 12.25 и у меня значит мирная голодовка протеста напротив административно-полицейско-судебного произвола в свой личный обеденный перерыв пишу обращение заполняя форму вот на этом сайте тут значит необходимо прописать свои реквизиты фио тему обращения поставить так у нас социальная защита тут категория идет пенсионеры вариант получения ответа электронная почта и на электронную почту придет письмо нужно будет здесь подтвердить кнопка появится мы уже подтвердили и сразу вам дается личный кабинетик в котором можно будет отслеживать свои обращения довольно вот на первый взгляд удобный сайт все было выполнено в течение буквально двух минут верификация прошла отлично в дальнейшем значит мы еще приложили файл сюда то есть вот это вот приложение где задокументированная ложь гражданина Бурлака содержится и сюда нужно значит текст обращения будет сейчас поставить не более двух тысяч символов обратите внимание что документ который вы крепите должен быть не более 5 мегабайт и содержать файлы формата а вот здесь написано все вот они у нас формат pdf так что все подходит так обращение мы уже подготовили данное письмо написано в рамках человеческого волеизъявления с целью помочь слепому пенсионеру в реализации своих человеческих прав есть информация что слепой пенсионер Виктор Иннокентьевич проживающий по адресу 4 года не получает пенсию пенсионер был опрошен и подтвердил сведения по факту было написано обращение в министерство социальной защиты населения Хабаровского края в ответ пришло письмо приложение 1 показывал в котором указано что по факту что по факту обращения от 1 июля была проведена проверка 21 июня данные не подтвердились далее угрозы пенсионер Виктор Иннокентьевич при повторном опросе настаивал на том что пенсии он не получает по прежнему в связи с этим рекомендую взять дело под контроль министерства труда и социальной защиты здесь вот напишем Российской Федерации и провести повторную проверку в комиссию по надзору от общественности прошу назначить Зайцева Романа Сергеевича связаться можно по телефону и данный телефон дозволяя использую только в рамках данного поручения благодарю за выполненную работу так здесь тоже не есть в наличии в наличии имеется информация все, вот этот текст мы копируем и вставляем форму так нормально у нас еще куча-куча можно всего писать но больше мы писать не будем а просто здесь вот отправляем вот здесь не забудем поставить с порядком приема рассмотрения ознакомлен все активно кнопка отправить отправляем ждем как обычно нашего быстрого-быстрого интернета читаем что пишут так просим вас внимательно ознакомиться с порядком приема так у меня друга в больницу положили ну сплошные проблемы так перед подачей обращения можете авторизоваться на портале мин труда таким образом сейчас мы задействовали еще министерство труда и социальной защиты российской федерации ссылка на данный ресурс будет размещена под видео все значит используйте шаблоны используйте электронный документ оборот под всем добра света и хорошего настроения думаю что в ближайшем будущем Виктор Иннокентьевич все-таки начнет получать свою пенсию подписывайтесь на канал пишите комментарии как всегда интересно ваше живое мнение